Блогер Антон Буслов положительно воспринял появившийся сегодня в социальных сетях слух о том, что в Самаре после станции Алабинской метро больше строить не будут. Я неоднократно говорил, пишет автор, что самарский метрополитен исторически бессмысленный. Еще на этапе технико-экономического обоснования его трижды отвергали, предлагая Куйбышеву скоростной трамвай. Увы, партийные боссы денег не считали. Дело в том, что они были чужими, строил метрополитен СССР, а не город или область. После финансировал эксплуатацию метро Министерство путей сообщения СССР. Тогда всем было все равно. Зато какой престиж. Сейчас этот престиж, заключает Буслов, обходится городу в 270 миллионов бюджетных рублей ежегодно на покрытие убытков. Самара должна жить хоккеем. Так считает блогер Игорь Кондратьев, побывавший на игре городской любительской хоккейной лиги. К сожалению, любительский хоккей в нашем городе – стихийное явление, которое никак не регулируется и не поддерживается властями. Удивительно, но факт, сколько существует ледовый дворец спорта на Молодогвардейской, в нем ни разу не проводилось регулярное первенство среди любителей. Лед всегда расписывался таким образом, что для массового хоккея его просто физически не хватало. Только с осенью 2011 года, заключает Кондратьев, на хоккей обратили внимание энтузиасты.